И снова здравствуйте, мои дорогие подписчики. Сегодня мы с соседом Михаилом едем в секретнейшие места. Вот, смотрите, это я тут накуролесил, пробивал дорогу. Сейчас люди ищут, где мы пробили, но мы тут все поискатали специально, чтобы запутать. Ну, чтобы меньше мусора туда везли. Там еще чистая речка осталась. Ну, и не на всей машине тут проедешь. Есть такие каналы в поезд, что просто не переехать. Можно бампер оставить сразу. Смотрите, какие камыши. И нам сейчас примерно метров 700 таким камышом идти. Будем ехать. Я сейчас залезу на крышу, покажу вам масштабы. Вот так я вам сейчас с крыши поснимаю. Смотрите, на многие километры камыш, болото. И вот тут вот мы накатали. Маленечко дорожку боюсь встать. Ой, упаду. Ну, на свой страх и риск. Вот, смотрите, сплошные камешища кругом. Ну, вот так вот мы маленечко накатали. Он уже вода. Специально пешком ходили, объехали, вправо резко ушли. Ладно, сейчас сяду за руль, поедем. С этих мест у меня ролики есть с охотой. Здесь мы охотимся. Трудно доступные места. А вот, смотрите, сколько там ее сидит. Маленечко уточка присутствует. Не много, но есть. И тут тоже в основном черки. Малость есть. Можно тут вот прекрасно постоять, поохотиться. Приедем сюда обязательно. Сейчас везде утку распугают. И мы сюда с вами приедем. Он под берегом, и сколько сидит-то. Чирочки, да? И чирочки, и лысухи. Всякая птица. Красота. Это вот все вдоль речки. Вот она, река идет. Это разливы от нее. Сейчас еще маленько проедем, и, наверное, будем останавливаться рыбачить. Ну, вот мы и на месте. Уперлись вот в такой ручеек. Проехать на мол, конечно, не составит труда. Ну, дальше уже, я думаю, нет смысла ехать. Тут такие вот хорошие кусты. От ветра можно спрятаться. Сегодня мы с Мишей будем готовить телятину в фольге. Что, обрывы, да, сильные? Ну, это надо Мишке выдирать нормально все. Сейчас я это все вычищу. Тут, наоборот, небольшой обрыв, прям прекрасный. И под кусты мы сейчас будем кидать. И вот рядом место еще одно. Сейчас маленечко доработаю место, чтобы было более комфортно стоять. Есть у меня вот такой вот крепкий ножичек. Сейчас покажу кое-где траву, посрежу и кое-где кусты уберу. Вот хороший всплеск был. Вот таким вот образом. Режет очень хорошо. Ну и последний штрих. Чтобы нам эти палочки не мешали. Обрежем их. Все заросло. Здесь очень много лет уже никто не рыбачил. Все позаростало. Вот и не нужно никакого триммера. Четыре спиннинга у меня сюда. Войдет легко. Ну и сейчас поставлю ее 25-ку. В ней, в принципе, ловится все. От сазана до обычного карася, чебака и окуня. Пускай стоит. А вдруг, так, ради интереса, что и клюнет. Вот такая хапушка. Она на пружинах и сама себя раскрывает. Это вот большой плюс, в отличие от тросовых. И вот сюда я ее сейчас поставлю. Тут с обрыва можно ее хорошо доставать. Приготовил спиннинги. Вот они, видно, соски висят. Грузила там у меня по 30-40 грамм, по 50 грамм течения. В принципе, уже небольшое. Можно меньше использовать. Сейчас буду арбузы ставить. Вот вместо вот этих вот кормушек. Очень они мне не нравятся. Все-таки мне больше нравится вот обычный арбуз по старинке. Даже можно, вот какой я делал, два крючка вывести отсюда, либо один просто оставить здесь. Ну, что я сделаю? Я просто крючок снизу оставлю. Поводочек сантиметров в семь. Что его возле кормушки будет кормиться. И схватит кукурузу или что там мы еще оденем. Рыбачить буду все на те же бойла плавающие. Ну и кукуруза. И вот эта вот штука. Траппер или как он там называется. Ну, на кукурузу должна лучше всего наклевать. Вот, давай мы сейчас отложим. Отложим. А зачем? Мы сейчас отложим себе для рыбалки и сами поесть с картошкой. Мы же не будем запекать. Теленка. Теленка будем запекать на костре в фольге. Вот, вот тебе хватит порыбачить. Давай мне. Отсыпем чуть-чуть. Это вот для рыбалки отсыпем, чтобы в банку руками не лазить. Потому что потом мы отсюда поедим. Ммм, вкуснота. Рыба клевать не будет, поедим кукурузы и поедим домой. Забиваю кашу. И на один крючок. Ну, нынче, вот честно вам скажу, вот сознаюсь опять, ну, не клюет он нынче на бойлы хорошо. Нет вот того клевого, азартного, как в прошлый год. На один крючок одеваю, опять же повторюсь, неправильно одеваю. Бойлы мягкие, обычный бойл вы так и не оденете. Но я вот одеваю по-обычному, просто протыкаю. Нет у меня здесь виндиков никаких. И вот так вот он у меня на крючке болтается. Карась прекрасно попадается. А на второй свободный крючок я одеваю кукурузу. Но я думаю, что поклевка будет именно на кукурузу. Раз, два, он что-то плещется. И три. И маленечко кукурузы я сейчас брошу в нашу хапугу, которая стоит. Ну, поклевка была хорошая в хапугу. Какая-то крупная рыба, не успел я достать. Ну, вот надо постараться сейчас забросить под самый куст. О, как видите, буквально 15 сантиметров от куста. Ну, мастерство не пропьешь. Как говорят у нас в деревне, вешаем колокольчик, чтобы я пока остальные спиннинги оснащал, не проворонил поклевку. Успел включить камеру, и чтобы вы все вместе со мной увидели. Ой, берег какой обрылистый. Сыпану ради забавы. Маленько прикормки и маленько зерен. Вот так вот. Посмотрим. А вдруг что-то и подойдет в хапугу нашу. В общем, сидим уже минут 10. Ни одной поклевки и Мишка трех поймал. Пойдемте смотреть. Я не стал червей одевать в надежде, что на бойлы что-то клюнет серьезное на кукурузу. Сейчас посмотрим, на чего он ловит. Ну, скорее всего, на червей. Вот это карась, так карась. Всем карасям карась. И два спиннинга у тебя всего, да? Да. А у меня стоит 4 и ни разу не клюнуло. Я еще выточку разобраться не могу. Есть. Попался. Первый мой. За сегодня. Посмотрим, кто там. Фрикцион трещит. Караси тут. Лапти под килограмм. Ой-ой-ой. Осторожно. Надо было все-таки... Нифига набоил какой. Ой, редко, но метко, ребят, набоил. И вот почему интересно сидеть, что клюет прям крупная рыба. Ой, такой прогонистый. Просили увеличить эти раны на карасе. Их все с каждым годом больше и больше. Никто этим не занимается, к сожалению. Речка протяженностью где-то 400 километров, а может быть и больше. Впадает в большие болота. И нет смысла извести. Вот я сейчас кину сюда. Толку от этого не будет. Вот такой карасик. Вот они вот эти клещи его, которые кусают, паразиты. Все больше и больше. Раньше редко они встречались на чешуе. Вот пиявка какая-то. Возможно, может быть, это она всасывается. Может быть, нет. Набоил. Набоил взял, Миш. Ладно, пока сюда его бросаю. Переделываю удочки. Ставлю арбузы везде. На них, мне кажется, веселее. Он снял соску. Вот такой вот скользящий. Грузило с кормушкой. И снизу просто крючок. Сейчас лишнее еще обрежу. Поводочки вот эти торчащие. Черьяка поддену. Я думаю, все изменится сразу. Начнутся поклевки. Ребята, поклевка. Поклевка на хапугу. Успею вытащить, нет? Верхоплавка какая-то попалась. О. Такой вот чебачок. Подъездочек будущий. Вот они по верху и ходят. Плещутся. Это вот именно они. Сейчас мы его отпустим. Такой нам рыб неинтересен. Беги. Такие огромные караси ловится. Зачем нам эта верхоплавка, да? Ну сейчас постараюсь потише. Вот сюда ее под берег опустить. Закинуть. Вот сюда. Пускай там стоит. Вот видите, начинает раскрываться. Даже боком я ее кинул. Начинает раскрываться. Садочек наш хоть и дырявый. Но такие огромные караси с него не уйдут. Грамм 700, наверное. 800. Карась, рыба живучая. Долго проживет. Опять на этот. Ты смотри, что творится. Почему на него? О, опять хороший. Ой-ой-ой. Как бы не подъездок, наверное, опять. Сейчас посмотрим. Неужели так карась упирается? Вот сдался, пошел. Конечно, упирается. Они тут под килограмм. Опять назовем ролик. С такими карасями нам и сазаны не нужны. Караси так караси. Ну, конечно, весь он. Весь. Вот сейчас я увеличу. Видно вот эту болячку. Сейчас ее тут покажу вам. Паразита видно на карасе. Много было просьб показать. Вот видно хвост его. Смотрите. Если я в камеру увижу, где он сориентироваться-то. Угадаю, снять, не угадаю. Где-то хвост прямого торчит. А в монитор из-за яркого света я не вижу. Вот он хвост. Торчит. Вот я его шевелю, это хвост. Вот этой гадины. Вот такие язвы. Для человека абсолютно не опасны. Но карась себя не очень хорошо чувствует. Почесаться рук и ног у него нет. Хвостик этой заразы виден. В общем, вот они, где паразиты. Рана не заживает. И они сосут, получается, кровь просто-напросто. С карася. Небольшие ранки тут на нем. Ну вот опять же повторюсь, при хорошей проварке, прожарке для человека не опасно. Да что ж ты за такое опять на крайний спиннинг. Неужели она боится и не подходит сюда, а? Опять хороший карась. Стоять! Под корягу пошел. Опа! Но этот поменьше. Но все равно отличный карасик. Арбузы делают свое дело. Где наш дырявый садочек с азанами взорвали весь. Так. Отлично. Забрасываем. А эти вот как бы молчат стоят. Вроде все, арбузы. Одел кормушки, те же крючки. Тот же номер. Сейчас поддену сюда зеленую эту штучку опять, чтобы окунишки не донимали. И опять забрасываю вперед туда же. Может быть и эти спиннинги пробовать туда кидать левее. И даже вот не под кусты кидаю ближе намного. И все равно поклевки есть. С вырубим стычку чтобы садок можно было за что-то привязать. Вон Миха опять зафигачил карася. Ну, Миш, подними. Хороший? Это хорошо. Вырубим тычечку вот таким движением. Оп! Смотрите, за раз перерубил. Оп! Вот такого ножа мне не хватало. Отлично. Можно теперь тычку срубить и для удочки. Что творит? и для садочка. И можно где-то подточить ее, чтобы она лучше втыкалась в землю. Вот тут сейчас воткну. Земля сухая какая. И будем наших карасиков чтобы не убежали привязывать. Петелечку такую сделаю. Оп! И натычку. Все. Давай, 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 есть! Блин, пока колокольчик снимешь, сидит. Не ушел. Все как один на подбор хороши. Ух ты! Тут уже, знаете, можно было даже и подсак с собой брать под таких карасиков. Уже можно под таких карасей брать и под сачек. В сумку его закладываем дровички. Миш, там нету дров у тебя сухих никаких? Этих дров нам мало будет. Надо углей побольше. Так сказать предупредительный пал, чтобы если где-то отвлекемся, трава не загорелась. Маленечко обжигаем вокруг вангала. Если искра упадет, льет миш, там у тебя. Вот так вот можем отлезть на рыбу и все. Ну а пока разгорается наш костер, мы будем готовить наше блюдо. мясо говядина. Хоть и жесткое, но в этой фольге при высокой температуре, при термической обработке высокое, оно становится мягким. Даже за 20 минут, там давление создается в фольге, если правильно все завернуть, даже за 20 минут оно становится мягким и вкусным. А баранина так еще лучше, но просто баранина я не нашел. Сейчас у нас проблемы с бараниной не особо легко ее купить. В общем, нарезаем вот на такие пропорциональные кусочки. Не дает мне миш рыба приготовить сытный обед. Пока мы слушать такими темпами будем готовить уже и ужинать надо будет. Кого не завтракать, но он опять клеет. Да ну ее нафиг. Ой, утащит спиннинг, да ты смотри, а. Вот это дикие караси, конечно. Вроде фрикцион, а как дал, дал и спиннинг чуть стычки не улетел. Мощные карасики, мощные. И тут клюет. На оба миш клюет. Ох ты. И тут то же самое. Эх, есть. Ой, 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 что творит Миша. Зверюга. Ух, килограммовые. Их ты, блин. иди сюда. И тут, Миша, и тут. Миша, я не знаю, что делать. Кусты повел. Даже снимать колокольчики не буду. Просто бешеный клев пошел какой-то. Честно говоря, рука отнялась крутить. Ой-ой-ой, здоровый. Нифига. Точно килограмм. Вытащу, нет? Ох, ёб. Миша, это вообще, ты посмотри, это просто капец, вот это карасище. Вот это да, три карася сразу, дуплетом. Ой, сказка, это просто сказка. Да, сейчас замерим. Мангальчик сегодня небольшой, да, входит вот прям по форме, и прям по форме нашей разделочной доски. вот так вот раз вымеряем, делим пополам, скручиваем. Опять же, не забывайте, что у вас еще нужно будет немного запаса на скрутку на края. Поэтому маленечко с запасом нужно. И вот так вот я в три слоя, а лучше, конечно, в четыре, чтобы не развалилось потом наше все блюдо. давайте в четыре слоя сделаем. Развалится ничего хорошего. Опа! Разглаживаем и начинаем сюда укладывать. Естественно, масла у нас нет, у нас это будет майонезом все смачиваться. Помыли помидоры, все это будет снизу. Нарезаем помидорки, осторожно, не прорежьте фольгу. И вот такими прям крупными кусочками лишнее убираем. и вот так вот выкладываем. Аналогично со вторым. Они здесь, когда все будет бурлить, кипеть, перемешаются и тоже дадут хороший аромат и вкус нашему мясу. Можно добавить пару кусочков яблок. Яблок у нас тоже нет. Ну и снизу мы укладываем мясо вот в перемешку с картошкой. Михаил сейчас еще картошку доделывает. Ту же чесночок кусочками. Опа! Две картошинки у нас не вошло. Вот тут у меня уже с собой специально в пакетике специи, которые мы вокруг посыпаем. И теперь аккуратненько все нам это надо будет посолить еще и перемешать. Аккуратненько. Вот соль на глаз так примерно. Знаете, так раз посыпали. Я думаю, Миш, все, достаточно, да? Да, хватит. Теперь соль. Все, картошку, я думаю, больше нет смысла, потому что здесь и так очень много и уже. Можно добавить черного перчика. Он здесь так разваривается. Такой аромат придает. Обалденный. Ну и майонез самое такое в конце. И со всех сторон его уже запах. Знаете, какой обалденный. Сильно много не надо. Примерно, знаете, у меня тут получилось ну вес полтора килограмма где-то. И ложки четыре больших столовых обязательно надо будет. Может быть, четыре с половиной. Чтобы это все у нас как бы не подсохло. Мясо не особо жирная говядина. Самое сложное здесь теперь это все завернуть. Не обязательно даже тут что-то перемешивать, потому что при высокой температуре вот сейчас все начнет бурлить, оно само все перемешается. Вот можете чисто так вот символически маленечко помешать. распространить вот так вот по краям, подправить, так скажем. И аккуратненько сейчас будем все самый сложный процесс заворачивать. померяем раз. Делим напополам. Так, держи ее. Улетает. Так, лови. Два. Кидай так же мне. Держи ее и мне кидай. Давай. Молодец. Бросай. Опа. И еще четвертый слой. Переворачиваем. Ребят, запоминайте. И все, отрываем. Отлично. Накрываем. И теперь как пельмень стараемся вот так вот подвернуть как пельмень. Ага, Миш, и вот тут надо нам на два раза теперь. На два, на три раза завернуть. Подожди, Миш, так, чуть-чуть подверни просто, а я потом доделаю. Вот прям с самого начала начинайте на два, на три раза подворачивать небольшими такими крутящими движениями, а чтоб она прям по три, по четыре миллиметрика подвернулась. Вот тут у нас хорошо еще места много, смотри. Вот так вот. И надо острый ножик или палочку, чтоб вовремя проткнуть, потому что сейчас тут создастся давление и может порвать просто наш пакет. Вот этот созданный. Сейчас она еще начнет разворачиваться там пытаться развернуться. Вот так вот хорошенечко все подвернули. В чем смысл? Опять же говорю, что создается давление и там ничего не сгорает. Весь сок останется внутри. И самое сложное, чтобы это все осталось у нас в целостности, не лопнуло. Вот. И теперь мы прям с дощечки с нашей все это поставим на костер. Ну-ка, Миша, давай маленечко его прошуруди, чтобы он ровненький был. Более-менее ровный. И смотрите, ребята, вот таким движением аккуратным, аккуратным движением вот так вот раз, не надо бросать и пускай она вот так вот прямо лежит у вас. Все, отлично. Все, зашкварчало прям моментально. Моментально зашкварчало. Сейчас начнется процесс жарки, томления и начнет надуваться. И надо будет вовремя проткнуть, что она может лопнуть или развязаться где-то край может. Ну все, Миш, где-то 20 минут засекания нет у тебя там часов с собой. Не носишь тоже. Пускай 20 минут, 18-20 минут, смотря какое мясо там или рыба, рыба еще быстрее готовится. Караси тут мои лежат, молчат. Смотрите, какие огромные сразу на 3 спиннинга. Как только я начал готовить, всегда так сидишь, не клюет, встанешь, вон какой огромный, встанешь, это вообще наверное точно на килограмм. Да, ну какие же тут сазаны-то. Тут нынче сазан клюет мельче, чем этот карась. Вообще про карасище. домой. И вот третий. Вот это мы с вами дали. Поначалу скучно было, а потом пошло дело. Сейчас я даже червей одевать не буду, чтобы не так часто он брал. Одену просто вот эти зеленые шарики и заброшу на шарики попробуем, потому что нужно будет мне сейчас наблюдать за блюдом, чтобы оно не сгорело. Одену по два шарика и пускай она тут хочет клюет, хочет не клюет. Вот так вот. Я уже в принципе неплохо поймал такие караси большие. Видимо табунками она подходит. наложили еще сверху палок. Вот вы видите как надулась фольга, стала как подушка просто формы. Тут главное еще мягкое не проглядеть. Если будет сильно твердо, то лучше аккуратненько проткнуть. На хапугу опять клюет. Опять клюет какая-то рыбина. Опа, попробуем резко вытащить. Кто верхоплавка, которая ей плещется. Можно хапугу доставать. Опять вот такая рыбка, которую можно использовать только в качестве живца и насадки. Вот такая бедолага. Это уже чебачок. Чебачишка. Наверное я хапугу уберу. Толку с нее нет вообще. То есть караси почему на удочку не клюет? Он боится. Он сейчас весь идет той стороной. сюда он даже не подходит. Если на лодке тихонько подплыть и тихо стоять, не звенеть этими бубенчиками и под кусты закинуть в обрыв. Да, может быть и будет карась. Но опять же немного. На удочку больше поймаешь. Просто хапуга ловит разную рыбу. И лечь может. И сазан быть, и карась, и окунь, и щука. Щука же с окунем у меня не клюнет на бойлы. Нифига так что там такой-то? Да что там за рыба-то? Рыба-кит. Ого! Аж срабатывает фрикцион. Давайте посмотрим, кто там такой буйный. Кто ж ты там такой? Карасище на килограмм. Вот это да! Вот это да! Тише, 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 тише. И опа! Это гигант. Ладошка. Больше в два раза. Вот это гигант. Ну классно их тащить, конечно. Опа! Ну и вот хочу показать реалии 21 века. Смотрите, для рыбы. Сколько для рыбы всякого, всякого прикорма. Пожалуйста, тебе клубничка, бешеный клев. Тут пожалуйста, со вкусом пряника, шоколада. Это у нас тоже универсальная какая-то. Ой, клюет, опять клюет. все, наверное, сорвался. Сейчас подтянем, посмотрим. Будут поклевки, нет? Мы почувствуем. По-моему, нет. Нет, ничего, нет. Нет, есть, есть! Он уже повел в сторону. Ого! Так кто ж там такой-то? Это что ж там за рыба, кит? Вывожу ее наверх. Надо фрикцион потянуть в траву повел, в камыш, вернее, в кусты. Это сазанчик по-любому. Нет, это здоровый карасище, просто огромадный. Подсекся он заплавник. Ну и что, как его достать достану, я нет его. Просто заплавничок подсекся, скорее всего уйдет. Ох ты, блин, килограммовый. Подсекся заплавник. Я его дернул, подсек, и он заплавничок подсекся, обсасывал кашу. Ну и ладно, не наш был. Сейчас ты, ого, потянул. Миш, ну караси тут, конечно, знатные. Смотри, что творит. Смотри, тут надо фрикцион реально расслаблять, иначе у них его губа рвется. Они как дадут, дадут жару. Кайфово, конечно. На таких можно и подсак брать. И тут, блин, клюет. Ну, успокоился и поднимаем лаптя этого. О, е-мое. Вот это лапти. Так, лапти. Вот это чистенький карасик. Вот, смотрите, так он и буйный такой. Прям тянешь и как будто сазан. А тут у меня, по-моему, зацеп. А на втором спиннинге где-то я коряжку поймал. Как бы сейчас не оторвать. Вроде и карась подсел. Ты смотри, Миш, зацеп. Вроде кинул глубоко. Э, какая-то палка конкретная. Все, наверное, оторву сейчас. Нифига себе. Это что-то может такое быть. У меня крючок-то всего один, по сути дела. Там цепляться нечему. Нифига. Ну, придется отрывать. Лодки нет. О, оторвал все. Минус одна кормушка. А мы будем пробовать наше блюдо. Хотя руки мы рано помыли. Сейчас надо же это все еще достать. Я сейчас хочу просто перевернуть мангал. Аккуратненько. И наша блюдо вывалится. Мы его тихонечко положим на нашу дощечку. Снизу эту можно в углях оставить. Может быть она все-таки прожарится. ее еще и поедим. Сейчас угольками присыпем все это дело. Вот тихонечко не развалить наше блюдо. Что у нас получилось? Давай хлеб, термос. Термос у нас опять с шиповником. Межстаканчика нет у тебя? Нет, слушай. Вот сюда поставим. Нальем пускай остывает. кипяток шипнул термос. держит очень хорошо. Давление создалось. А вилка у меня в машине. Так ножичком сейчас аккуратненько разрежем. Видите первый слой сгорел. Вот почему мы 3-4 слоя. Он просто сгорел первый слой. Убираем все лишнее с собой в мусорку. Ну и смотрим. Вот так вот сейчас прям скрываем. Ай горячее какое Миша. Да я сейчас вот так аккуратно. Опа. Маленько подгорело, но ничего. Я говорю, что лучше пускай чем недожаренное. Ой а запах. Ребята перчиком как пахнет. Простецкое блюдо. Минимум затрат. Максимум удовольствия. Максимум удовольствия. Ой как парит. Просто сказка. Ну-ка Миша я попробую кусочек говяжий. По соли, по перцу. Хочу вот этот поджаренный взять. Ну-ка. Ммм. Просто шевридально. Михаил. Ребята. Зачет. Как я и говорю смотрите майонез весь перемешался. Картошечка поджаренная. Ну мы чуть-чуть передержали но все равно вкусно. С поджаркой получилось. И мясо. Единственное что у кого зубов нет делайте с бараниной. Я вот люблю чередовать. Дома я делал семью недавно с бараниной. А сейчас захотелось говядинки. Она жестче конечно но очень вкусно. Ну что ребят мы тут потрапезничаем. Давайте ваше здоровье чтобы у вас хорошо клевало хорошо ловилось хороших фонтрофеев не болейте. Покушаем будем дальше продолжать свою рыбалку. Все сидит сидит хоть тянет а тут спиннинг то бревно но оно пытается сломать поначалу очень сильно сопротивляются а потом наверх их выводишь все они уже не такие готов нет еще и раз вот на берегу уже отцепился отлично давай отпустим тебя но червяка видите вообще не осталось ничего сейчас его поддену все равно хоть какой-то вот тут поклевка хоть какой-то запах чтобы был ой вот тянет сейчас спиннинг тянет тоже вот так вот там где-то зацеп был на оба и тут есть ой ой и тут смотрите поклевка прям хорошенький все перестал сопротивляться вот правда ощущение как будто там сазан кто там такой-то у кабан кабан и тут сейчас утянет спиннинг тихо-тише 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 ох нифига себе ухе мое килограмм килограмм килограммовый хорошо подсёкся за толстую губу и тут у меня смотрите что творит тоже сидит уже сейчас этот вытащим опа сидит сошел и отсидит стоять в кусты поменьше услышите два штуки подряд вытащил рука отнялась класс красотень опа ну что Руслан давай по два по три карася и домой давай попробуем вторую попытку сделать я уже бы давно смотался но такой клев не могу не отпускает они меня Миша он клюет да есть почувствовал я как он схватил и в этот момент подсек его зверюга еще очередной ну вот этот точно килограмм прям точно килограмм класс караси так караси всем карасям караси а вот и второй попался а вот и третий там клюет миш миху уже не поверите я пока дрон запускал шесть штук уже поймал договаривались по три он уже поймал шесть сегодня увидите сколько он наловил рыбы ого какой пузатый опять же мелкий мелкого отпустим но это в зачет пойдет ой и здесь клюет миша и здесь ты смотри опять я на корягу там какую-то закинул сейчас оторву еще одну ну жалко е-мое в том же месте точно ты смотри и там карась карась смотри что творит может карась отцепит о отцепил прикинь карась вывел с этой коряги освободил нашу снасть ох нифига себе ты таких ловил я не могу его на плетенке держать он на руку режет это просто монстр это просто вообще это караси нынче что-то ну вот они у них эти червячки вот они вот видно хвостики этих червей я пытался камеру увеличить показать прям хвостики от этой фигни торчат они для человека не опасны это как бы клещ рыбий клещ смотрите с такими карасями нам не нужны сазаны не все миш домой пока доедем там уже баня протопится все отлично ребят вытаскиваем оставшуюся кашу собираемся сейчас покажу что поймал ну что сегодня за монстры у нас миша что же у нас сегодня за монстры достану ли я их здесь садочек смотри какие огромные ну больше ведерко они все 700 грамм минимум огромные монстры просто громадные сейчас мы их в тазик положим и пойдем посмотрим что поймал у нас Миша он тоже собрался уже надо вот этот мусор сейчас пакет собрать пол пол ванны ну давай Миш показывай свою рыбу ты думаешь не вытащишь нифига себе я не знаю ты куда ее столько таскал-то нифига да у тебя тут лучше ведра три клевало давай я тебе я не знаю помочь чтобы садок не порвался надо как-то его за кольцами брать давай я помогу тебе давай я вот за эту возьмусь нифига ты наворотил о куда тебе столько нифига он рвется давай ставим ну тут слушай два с половиной ведра это просто это просто минимум вот так вот ловит Миша тоже килограммовые вон у него огромные караси лежат рыбачил он сегодня на поплавочную удочку и по-моему на два спиннинга потом впоследствии один спиннинг он убрал потому что просто не успевал у него тут получше подходил карасик а может быть просто умеет ловить да Миш в общем вот такая рыбалка ну что ж на этом будем прощаться давайте до новых трассе счастливо всем пока пока субтитры